Были замечательные имена в финском фигурном катании. Сюзанна Пойкио, Лауро Леписта, Кира Корпи. Такое поколение очень серьезных спортсменок. То поколение сошло. Кира Корпи долго держалась, но тоже в итоге, видимо, закончила. А вот Велика Линдфорс – это новая чемпионка Финляндии. В этом сезоне выиграл национальный чемпионат. В прошлом году была второй, и уже трижды на чемпионатах Европы выступала, даже в десятке была. Молодец, как прекрасно осмягчило приземление после первопрыжка. Сделала такую нужную паузу, задержала плечи, правильно их поставила и сделала трону и тулу. Умница. Хороший дорогой каскад, трону и луц, трону и тулу. Флип держать через трону. Это уже набор, да? Да. Речь идет не то, что о попадании в произвольную программу, но уже такой серьезный... Это, знаете, на первую шестерку даже, с таким набором. Давайте посмотрим все-таки. Не-не-не, я не про предсказания, я про исключительно контент. Да, надо, конечно, дождаться с окончания программы. Вот мы видим маленький спор, да, лучше нам чемпионат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, практически, практически прекрасный прокат. И обратите внимание, 37-18 по отношению к 34-49. 34-49 это сумма как раз Екатерины Рябовой, которая до последнего момента лидировала, но, видимо, сейчас уже отдаст свою первую строчку Вивике Линфорст, финской фигуристке, 19-летней, которая тренируется у очень известного тренера, у Верпи Хортона. А программа ставила Жанета Фольк. Очень высоченные, динамичные прыжки. Это красиво всегда, когда такой длинный пролет надо льдом и прекрасный такой уверенный выезд. И очень ровные прыжки. Вот она ось хорошо держит, да? Как-то вот прям контроль виден. Да. Обратим внимание, что у нее какие-то проблемы, видимо, со спиной. Вот мы видим тейп. Тейп, да, на спине. Все-таки не обходится без травм, к сожалению. Спорт. Надеемся, что это ничего серьезного. Просто какой-то поддерживающий момент. Высоченный, шикарный. Какой выкат, как это красиво смотрится. И как она четко руки увела, или плечи развернула. Тройной Тулуп добавил. Но вот красота, действительно. Красота в таком самом сложном, одном из самых сложных каскадов. Все-таки есть еще лучше Риттбергер, то, что Загитова будет сегодня нам демонстрировать. Он дороже, чем тут столбик. Я могу еще обратить внимание на то, что она недолго готовится, как некоторые спортсменки. Они полкатка едут, потом сделают какой-то элемент для того, чтобы зачли, как сложный заход. И потом, через какое-то время, прыжок. У нее очень маленький промежуток времени занимает подготовка к самому элементу. Это всегда очень эффектно смотрится. Уже второй раз за сегодняшнюю трансляцию я вспоминаю Юзуру Ханю, Хавьер Фернандес. Это те спортсмены, которые умеют исполнять сложнейшие четверные совершенно без подготовки. Это смотрится невероятно эффектно, когда ты просто не ожидаешь такой эффект вау. Ну и наши девушки тоже славятся именно таким вот исполнением сложных элементов. 65-61, рекордный результат. Она первая, абсолютно заслуженная. И вот она первая на сегодня сумма свыше 60 баллов. Это даже заявка действительно на первую шестерку. Живика Линфорс, 19-летняя фигуристка из Финляндии.